Приветствую вас! Начну, а я, пожалуй, отвечать на ваш вопрос с самого конца. А именно, что вам делать сейчас, в данный момент времени? Ответ, я полагаю, можно сформулировать следующим образом. Значит, вы, будучи взрослым человеком, будучи ответственным, я полагаю и надеюсь, человеком, понимаете, скорее всего, что то, что вы сделали, является, ну, не очень хорошим поступком. То есть все все понимают. То есть и родители понимают, как они себя ведут, и парень понимает, как они себя ведут, и, собственно, вы понимаете это. То есть здесь никаких проблем, на мой взгляд, нет. Все все понимают. Другой момент заключается в том, что родители делают это осознанно. И вам, как взрослому человеку, вам, как человеку, который уважает себя и уважает своего мужчину, например, своего мужчину, вам в этой ситуации трудно будет проявить мужество и пойти и все-таки извиниться перед его родителями, потому что формально вы были неправы. Это однозначно. Вот. Измениться и сказать, что простите, я была неправа по форме, но объективно, я чувствую, что вы давите, там, например, на меня или, там, на него, в общем, то, что чувствуете, то и скажите. Там самая-то откровенность уже была. Я полагаю, что будет лучше, если вы доведете эту самую откровенность до лагического конца. Ну, по крайней мере, это будет честно. Вот. Что они уже ответят, это уже не столь важно, потому что вы их не переубедите в любом случае. И в любом случае, они, если у них, у самих нет мыслей по поводу того, что надо меньше давить, например, на вас или, там, на молодого человека или на вас обоих как пару, если они сами это понимают, то я полагаю, что всего этого будет меньше. Если же нет, то вряд ли вы способны как-то повлиять на ситуацию, но именно извинившись перед ними, вы, по крайней мере, поступите корректно и опровергните в их глазах описание вас как лицемерный и, как вас назвали, назвали, ивруний, да, вот, как вас назвали, лицемерный ивруний, вас назвать так будет, по моему мнению, нельзя. Ну, по крайней мере, если вы поступите вот так, как я вам сказал. С другой стороны, как так получилось, что личная переписка вашего парня стала доступна его отцу. Почему он, парень, не освободился безопасностью? Подумайте об этом. Потому что если то, что вы ему пишете, может прочитать его отец, например, то встает вопрос своего рода о доверии к вам, о доверии, простите, к нему, о доверии вашему к нему. Вот. Потому что что это за личная переписка, да, и конфиденциально, если, вот, пить за человеку пить, а потом выясняется, что то, что предназначалось для него, прочитал другой человек. Ну, это явно, мне кажется, неправильно. Далее. Следующий важный момент. Это момент такой, что вы встречаетесь, вы встречаетесь именно с парнем. вы не встречаетесь с родителем. Его. Вы встречаетесь с парнем. И если вы встречаетесь с парнем, то совершенно нормальность, то с родителями ладить вам, ну, не обязательно. Это нормально, что вы с родителями ладите. И ваше желание с ними дружить, на мой взгляд, является немного странным. Ну, или, может быть, лучше сказать, может быть, необычным. То есть вы говорите, что я всегда хотела дружить с родителями своего мужчины. Вопрос. Зачем? Зачем дружить с родителями мужчины? Это, во-первых, почти невозможно, потому что они, как бы, отмежутся к вам довольно предвзято. Все это нормально. Вот. А во-вторых, ну, нельзя дружить с теми, кто на друге в принципе не предрасположен. А родители мужчины это именно те самые люди, которые к дружбе не предрасположены. Это ваше потребность дружить с ними, но не их. И я полагаю, что вы слишком болезненно восприняли то, что ваши отношения с ними стали натянутыми. Вы с нами, вы с нами слишком болезненно восприняли то, что у вас не получилось построить с ними адекватные отношения. Но это и не нужно. Это и не обязательно. Они отбежали вас на задний план. Ну, и что? Они ведут себя достаточно эгофингично по отношению к своему сыну. Ну, и что? Вы уже взрослые люди. И если сын не может установить личные границы, то я полагаю, что вы подавно ничему не сможете этого сделать. Что касается того, почему они стали к вам относиться как-то вот натянутым, то я полагаю, что им просто не нравится ваш образ поведения, им просто не нравится то, как вы себя ведете, и им просто не нравится то, что вы вообще есть, потому что они наверняка считают, что у их сына у их ребенка должно быть самая лучшая женщина, идеальная женщина, а такой не существует. Ну и не нужно пытаться быть идеальной, так легко и заболеть, так легко и нервы себе уничтожить. Не нужно пытаться быть идеальной, самым готовым же будете не вы. Не нужно, не нужно. вы будьте той, кто вы есть, и именно такой полюбил вас ваш молодой человек. А с родителями общайтесь так, как они вам позволяют, так как они общаются с вами. Вы их не переделаете и не измените, а встречаетесь вы именно молодым человеком. Будьте настойчиво и больше не повторяйте своих ошибок. то есть если надо обсудить что-то серьезное и конкретное, то лучше если вы будете делать гладый на глаз с молодым человеком. Ну и обязательно с ним поговорите на тему того, почему его крепитель увидел отец. Это не неправильно. То есть даже если у него есть оправдание, если вы оправдываете его, то как бы это все равно неверно. Что касается того, что молодому человеку будет тяжело, как вы говорите, значит, это опять это его ответственность. Ну да, ему будет непросто, но вы же понимаете, что за счастье, например, нужно бороться. И если за счастье не бороться, то возникает вопрос, а нужны ли вы ему так что ему тяжело на эту жизнь. И преодолеть сопротивление родителей далеко не так сложно как кажется, потому что его и преодолевать это не надо. Нужно просто действовать так, как вы считаете нудным, оба стараться быть независимыми, оба и все. Но это наименьшие трудности, которые ждет вас служить. И наконец отвечая на ваши вопросы, я полагаю, что извините, вам нужно просто общаться с его родителями. Приветливо, поздравлять с праздниками, дарить подарки, иногда раз кто-то рассказывает с ним. Это единственное, что он может сделать. Не больше, не меньше. Но не ожидайте, что вы будете прямо с ним дружить. Поверьте, это невозможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку «Будра помочь», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!